Как вы наверняка заметили, я не говорю тут о йоге, чакрах и эгрегорах, или иначе эгрегорах, поскольку, как видно из названия ролика, речь идет о магии, а не о так называемом саморазвитии или чем-то подобном. В этой связи надо сказать пару слов о цветовом спектре в магии. Ее часто делят на черную, белую, серую, красную, зеленую и так далее. Люди, которые так поступают, обычно не осведомлены о том, зачем вообще когда-то был введен прототип этого деления. Раньше все, что я тут с вами обсуждаю, называлось негромагией, то есть черной магией, а практиков этого искусства именовали негромагами. Обзывали их еще и некромантами, то есть предсказателями по мертвечению. По сути, это были синонимичные слова. В то же время так получилось, что подавляющее большинство образованных людей в традиционном обществе являются духовными лицами. Если на настойке это не вызывало больших проблем, ввиду того, что буддисту-бизионеру магия вовсе не нужна, а если и нужна, то для хорестных целей его услугам огромный пантеон богов, башков и духов. В то же время на Западе получилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, магия была запрещена, но с другой, как уже мог заметить внимательный читатель всякого рода гримуаров типа Гиптомирона, инструкции написаны для священнослужителей. Например, порой нет инструкции для сущения воды, так как надо ее просто взять. Также используются священнические облачения, которые вовсе не рекомендуют заворовать из кельи монаха, как можно было бы подумать на первый взгляд. И подобных примеров использования принадлежности культа, которые довольно затруднительно получить обычному прихожанину, очень много. Наконец, самые древние книги по магии во времена активной секуляризации были найдены именно в монастырских подвалах, а среди сожженных инквизиций людей были не только невинные или люди, закопывающие тело младенца в целью превратить возлюбленных, но и сами священники, как, например, Жан-де-Мориньи. Как показывает история, в виду данных обстоятельств не всю магию стали именовать негромагией. Появилось разделение на естественную магию, которая заключается в управлении астрологическими силами, и на противоестественную, то есть черную, от которой поднималось кладовство, о котором я уже говорил. Но эта естественная магия, которую потом назвали белой, является таковой не за счет того, что практикующий ее отказывается причинять вред живым существам. С точки зрения вреда или пульзы, вообще не надо магию как-то не видеть. Поскольку магия, как таковая, заключается в реализации корыстного желания, а в христианской европе цели ритуальных действий является познание и содействие воли Бога, то есть ульге, всю магию вообще можно назвать черной, даже несмотря на то, делает магия другим или нет. Поэтому черную магию от белой отличили разными способами, но наиболее распространено следующее. Если маг не совершает церемониальных действий, направленных на эвакацию, то есть призыв ангелов или демонов, его условно могли назвать белым магом. Но если он, не приведи Господь, работает с духами, то место его в аду. Причем церемониальная работа с ангелами, надо заметить, не всегда жестко осуждалась. Но в целом, повторюсь, о таких вещах не распространялись. Поэтому современное деление магии по цветам, по моему мнению, не несет никакого смысла, а только путает людей, пытающихся в этом разобраться. Подобным образом бессмысленно разделение на путь правой руки и путь левой руки, поскольку категории конформизма и нон-конформизма не приложены к магии. Продолжение следует...